По ситуации в России мы видим и слышим по перехватам, как эти солдаты готовы на самострелы, лишь бы не погибнуть, понимая высок риск той мясорубки, в которую их бросают. А вот что касается высоких чинов российских генералов, начала появляться информация, что они покидают территорию России, что некоторые хотят получить какое-то политическое убежище в странах западного мира. Насколько правдива эта история? Василий Владимирович, не могу комментировать то, чего не знают Достоменко, но хочу вам сказать, что я не удивлюсь, если это будет происходить, потому что, слушайте, многие генералы годами, десятилетиями тырили российскую армию, имеют огромные деньги за границей, биллы и так далее. Ну что же они, сколько им еще смотреть на развал России, на санкции, которые включает Запад? Они думают же прежде, вот первое, о чем они думают, это не Россия, а их деньги. Давайте вот сразу поймем это. И многие украинские деятели думают прежде всего о своих деньгах, а не об Украине. И многие российские деятели думают прежде всего о своих деньгах, а не о России. Поэтому явно кто-то будет и убегать, явно кто-то будет предлагать Западу свои услуги, как люди, имеющие что сказать. Но и солдаты явно будут стрелять себе в ноги и будут сбегать с поля боя, но я хочу, чтобы это нас не расслабляло. В России очень много генералов и херова туча солдат. Россия никогда не считала ни солдат, ни танки, ничего. Надо вперед. Поэтому самострелы сделают одни, на их место придут другие. У них там этих орков очень много, как муравьев у нас в лесах. И я думаю, что это нас не должно расслаблять. Мы должны понимать, что имеем дело с очень сильным, коварным врагом, который не может по определению, я имею в виду Путина, пойти назад. Если он только сдастся, что-то отступит где-то, он сразу потеряет свою власть в России. Там признают пахана сильного. Слабый пахан уже не пахан.